Но только ты, рыба моей мечты, только ты... Всем привет от Рыбака Павлюкова. Собираюсь поехать искать пеленгаса. Ну, попробую съездить в хутор Мелеховский на Дону, вверх по Дону. Может, там его найду. С Настей приготовил. Ну, а если не будет клевать пеленгас, попробую поблеснить щучку, судака. Ну, что-нибудь поймаешь. Сейчас мы займемся приготовлением прикормки для пеленгаса, который состоит из трех компонентов. Это бородинский хлеб без тмина на этом. Как бы, внимание, заостряем печень трески. И десяток-полтора креветок. Все это перекручиваем на мясорубке. Начинаем крутить смесь для пеленгаса. Первыми идут креветки. Потом масло и печень трески. Пеленгаса. 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 Регулируем, чтобы была консистенция нормальная, добавлением хлеба черного, бородинского, который без смина. Перемешал три ингредиента вместе, то есть бородинский хлеб, печень трески и креветки. Руками перемешал вот так и все, теперь прикормка готова. Всем доброе утро! Сегодня 4 июля 2017 года мы вновь пустились за Пеленгасом. Сегодня мы приехали в станицу Мелеховской, время 5 утра, в первый раз здесь. Поэтому долго искали, навигатор нас привез не туда, куда бы нам хотелось. Спросить утром было не у кого. Спасибо, молодежь еще не ложилась спать сельская и вывела нас к воде. Будем пробовать! Пять тридцать, мы на коне поплыли. Ищем место, потому что нам все новое, неизвестное. Как рыба Пеленгас, неизученное, так и станица Мелеховая или Мелеховская. Мелеховая, не знаю, как правильно сказать. Путер Мелеховский, Александр Васильевич говорит. Будем поздавать сегодня. В 6.27 в московское время. Ну, облюбовали место. Вот там наша машина осталась. А мы переплыли на лодке на этот берег. Просматривая на ютубе рыболовные каналы, мы узнали о том, что рыбаки ведут свои дневники наблюдения. О том, в какое время, при каком атмосферном давлении, направлении ветра ловится или не ловится рыбам. И мы решили, что тоже будем вести такой дневник, чтобы сделать выводы все-таки в нашем регионе, в нашем Дону, когда лучше ловится рыба и какая рыба. Вот сегодня 4 июля. Вот погода 23. Большое влияние имеет ветер и атмосферное давление. Все мы запишем в наш дневник. Ну и будем наблюдать. Будем делать какие-то выводы. Будем учиться по-новому рыбалить. Маленький мини-отчет. За все время было один только, одна поклевка. Сорвалось что-то было, не знаю даже что. А так тишина. Ловим на сухого червя. В качестве прикорма используем. И этот самый хлеб с печенью трески перемолотые. И креветки. Ветер сегодня северо-восточный. Что возможно тоже мешает. Очень сильный. Ждем, что даст нам день. А, бычок. Так это уже второй. Просидели до 12 часов. Три пачка попались. И все. Пролыва был поклев. Кто уж там был, мы не знаем. Никого вытащить не смогли. И решили, оставшееся время, зашли вот в заливчик. И блесним. Может здесь улыбнется что-нибудь. Сейчас у меня по-русски. Ветер целый день. Больше, чем 6 метров в секунду. А сейчас так порывы еще не усилились. Мы решили складываться. Вот, раздывается. Даже не знаю, что сказать. Три бычка. За весь день. Не за весь день. С 5 утра и до часа дня. Пол дня, да, мы были. Два раза что-то клюнула. Попробовали поблизить на хищника. Тоже неудачно. Тоже неудачно. Толчо. То ли место, не то. Впервые нужно знать все-таки, где лучше стоять. Но хочется сказать наперед, что в такую даль ехать из Ростова, не знаю, какое место, наверное, не стоит. В Рогожкино нам больше, наверное, там пеленгаса, в смысле. Видели воочию, что он там хотя бы есть. Не клевал, ленился, не хотел, болел, не знаю, что уж. С тем пеленгасом. Ну, а здесь мы его даже и не видели. Не плескался. С тем пеленгасом, погодные условия как-то влияют. Наше пока такое предварительное решение, что в Мелиховку больше не приезжаем. Всем пока. До скорых встреч. На выезде еще застряли в песке. До скорых встреч. На выезде еще застряли. На выезде еще застряли в песке. До скорых встреч. Знаю, как они еще застряли в песке. Ахахаха! Ахахахах! Ахахахахах! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Выехали, слава богу Субтитры создавал DimaTorzok Пошел спросить дорогу, пока тут еще машины стоят, каким образом сюда попали. Какие машины, но мы тоже как-то проехали утром благополучно. Девчата купаются. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok